приветствую тебя дорогой друг на канале винил я очень рад что ты решил заглянуть в гости и я подготовил для тебя очень интересную тему сегодня я расскажу про лоу фай как явление в музыке и сейчас пожалуй невозможно представить продуктивный рабочий процесс без расслабляющего мотива звучащего фоном и заполняющего пространство уютом ламповым теплом пожалуй это те самые эпитеты которые мы привыкли ассоциировать с жанром лоу фай уют спокойствие умиротворенность ламповость сродни той которую ощущаешь при прослушивании виниловой пластинки с характерными щелчками легким шипением потрескиванием удивительно как недостатки воспроизведения аудиозаписи от которых пытались избавиться в течение полувека стали такими культовыми желанными да и переросли в целое жанровое ответвление хотя при упоминании лоу фай на ум приходит неспешный хип-хоп бит с джазовыми аккордами это отнюдь не полное его описание и я бы даже сказал не совсем верное поэтому давай я расскажу тебе о том что же такое лоу фай а для этого мы отправимся немножко в прошлое с развитием технологий музыканты и звукорежиссеры и лица которые были внедрены в процесс звукозаписи пытались приблизить качество воспроизводимой аудиозаписи к исходному то есть добиться того чтобы человек слушая записанную студии музыку у себя дома мог насладиться и по возможности без потери качества сохранить максимальное количество данных о звуке и пожалуй все изменилось 1974 году когда немецкий институт стандартизации выпустил специальные требования к звучанию аудиоаппаратуры которых до этого не было именно надпись hi-fi это сокращение от high fidelity что означает высокое качество или в нашем случае аудиозапись по качеству приближенная к оригиналу имеющая лишь небольшие погрешности в отличие от того же high-end стандартов которые не допускают никаких погрешностей разумеется в то время добиться высокого качества звука для того чтобы нанести этот заветный так сказать штамп хай-фай на пластинку или на аппаратуру можно было только путем производства записи специальной студии с использованием профессионального дорогостоящего оборудования кроме того надо понимать что нам нужны три компонента для воспроизведения такой записи с проигрыватель усилитель и акустика ну и каждый из них должен соответствовать стандартам hi-fi когда-то услышал такую интересную фразу что уровень вашей акустики не акустики а уровень вашей системы определяется ее самым слабым компонентом очень интересная мысль которая все и которую я всегда держу в уме ну подытожим мы понимаем что хай-фай это не какой-то определенный жанр или ветвь в искусстве а лишь обозначение высокого качества звука которому стремятся исполнители артисты звукорежиссеры продюсеры ну и это в свою очередь и является полной противоположностью low-fi что является аббревиатурой от low fidelity низкое качество примерно 80-е годы с появлением возможности у музыкантов любителей делать запись своей музыки в домашних условиях гаражные записи зачастую не имея необходимых для этого навыков или знаний и зародился термин low-fi как альтернатива эстетичному презентабельному хай-фай который стремился к более точному воспроизведению звука пионеры low-fi возражали против вот этой напущенной сложности дорогостоящего процесса звукозаписи и обращались гаражным записям шестидесятых годов в которых чувствовался тот самый дух спонтанности непредсказуемости до схожий с эмоциями от записи живого выступления возможно в какой-то степени именно отказ от долгих студийных сессий многочисленных наложений редактирования партии вычищения записи от недостатков по мнению low-fi музыкантов позволял им делать более настоящую естественную музыку которая не пыталась казаться или притворяться лучше чем она есть приверженцами low-fi являются такие известные коллективы как рэм пусси галор бит хэппени и коллективы британской сцены постпанка разумеется это был настоящий музыкальный андерграунд своего времени ведь артисты брали все процессы на себя от записи пластинок до дистрибьюции этих пластинок по местным магазинам ну тут надо понимать что тиражи таких записей были очень маленькими что впрочем лишь прибавляло им ценности среди коллекционеров и по сей день такие пластинки очень ценятся за ними охотятся их ищут и гордятся имея их в своей коллекции к 90-м годам low-fi стал уже настоящим явлением он также получил название diy музыка то есть музыка которую музыканты делали сами без помощи профессиональных аранжировщиков и звукорежиссеров кроме того многие профессиональные музыканты желающие попасть в мейнстрим пародировали характерное звучание low-fi намеренно занижая качество в своих записях даже на такой шаг шли и с появлением портативных компьютеров и софта программного обеспечения для создания музыки low-fi только нам набирает обороты представим что любой человек сегодня имеющий хотя бы смартфон в кармане да и энтузиазм интерес может попробовать себя на этом поприще именно это и делает музыку доступны каждому без сложности и затрат хотя пионерами low-fi были преимущественно гаражные рокеры в 90-х с развитием хип-хоп сцены и необходимостью делать записи которые нельзя было производить в студии на лейбле или виду без перспективности дальнейшей ротации на радио да никто не ставил такие песни на радио из-за грубых текстов и тем которые затрагивались в таких треках то для рэперов домашняя запись стала единственной возможностью быть услышанными на самом деле если говорить о хип-хопе то он включает в себя множество поджанров характерных звучаний это и звучание восточного побережья западного также и мемфисский рэп который в дальнейшем получил название фонг он к сожалению далек от моего восприятия музыки мне не очень нравится такая музыка но тем не менее она есть она живет имеет и поклонников и артистов которые пишут в данном жанре ну и конечно ведут такого разнообразия каждый коллектив пытался как-то выделиться из массы похожих исполнителей ну и к нашей сегодняшней теме low-fi можно ближе всего отнести такие коллективы как jazz liberators и tribe cold quest вот tribe cold quest это я что одна из прям образцов low-fi даже их треки прямиком из 90-х уже закладывали эти самые стандарты да как должен звучать луфай с джазовыми аккордами неспешным битом и атмосферой на чили если так выражаться неспешный расслабляющий бит джазовые гитарные аккорды цикличность все это присущие черты жанра но на этом low-fi как явление не ограничилось самое интересное что такая музыка сопровождается оригинальным видеорядом или изображением исполненном спокойных пастельных тонах пурпурных оттенков сюжеты таких визуализаций часто относят нас к теме теплого одиночества и душевного спокойствия это может быть и уютная домашняя обстановка или прекрасный пейзаж солнцем касающимся горизонта все это дарит покой и ощущение комфорта и сама по себе является эстетически привлекательным для человека наверное поэтому так нам все всем это и нравится и она стала популярным уже долгие годы да на самом деле то есть она циклично когда-то о нем чуть больше забывают когда-то вновь вспоминают плюс с развитием технологий и возможностей новые артисты придумывают что-то новое пытаясь дополнить жанр поэтому лофай будет жить как явление и сама его философия не в том чтобы делать низкокачественную музыку а в том чтобы просто заниматься музыкой на том уровне на котором ты можешь не не ограничивать человек если у него нету возможностей дорогой дорогой аппаратуры или денег для того чтобы проводить часы а то и дни напролет студии то это служит мотивации к творческому развитию и самовыражению вот мы узнали немного больше о таком популярном сегодня направлении спасибо еще раз что ты зашел в гости на канал я желаю тебе всего самого наилучшего слушай винил до новых встреч а